Всех с новым наступившим 2020 годом, наступившим Рождеством, короче, счастья, добра побольше и позитива в мире. В общем-то, мы находимся сегодня на Манежной площади, все празднично, обалденно украшено. Но, на мой взгляд, единственный только, может быть, минус, это то, что людей очень действительно много. Но здесь реально оплачается атмосфера. Из-за леса, из-за гор, подказал, ужик-то борода не просто показал. Ну, не просто показал, у него херу привязал. Ну, такая, немножко пошлая. Опа! Опа! Танцуйте все! Здесь ребятушки прям подрадовали вот эти вот открытки, да? Это прям возвращение в детство. Ирония судьбы. Вот такие вот открытки здесь украшены. Диски, кассеты, аудио. Это вообще просто прикольно. Слушай, интересно, они еще в рабочем состоянии? Мошенники, всякое разное название кассеты. У нас сектор газа можно, наверное, найти, если при желании поискать. Здесь вот веточка себя ведет из кассет. Слушай, ну это прям вот советская София Ротара. Вообще жесть. Таких кассет это просто уже антиквариат. Вот и проходят новогодние праздники потихонечку. Мы решили выбраться на Манежную площадь, ну, на Красную площадь, да, посмотреть новогоднюю Москву. Мы делаем это ежегодно практически, поэтому в этом году решили, что сюда приедем чуть позднее, потому что большой поток людей очень мешает насладиться всей красотой, атмосферой. Да, сейчас вот намного меньше, но все равно, конечно, толпы присутствуют. Да, ну я люблю просто эту атмосферу. Конечно, денег сюда вбухали, по-моему, миллиарды. Вот. Красиво очень. Но сейчас еще светло, и не все передается, все огоньки еще не все передаются. Али, елочки, как настоящие. Очень красиво. Почти как настоящие? Нет, почти как настоящие. Ой, вот красота просто. Вот такие вот еще тут интересные елочки сделаны под старинного открыточки такие. С Новым годом. Прям вот. Годов, наверное, советских еще. Атмосферка. Посмотрим, что там за сцену установили, подойдем туда. А здесь, ребятушки, вот такой сделали каток, как вот на Пушкинской площади в прошлом году. Теперь можно кататься, брать коньки на прокат или приходить со своими. И, пожалуйста, вот стоимость надо, правда, уточнить, сколько это будет стоить. Ребята, узнали, короче, по поводу этого катка. Сейчас вход абсолютно бесплатно со своими коньками. Также можно взять коньки на прокат. Вот мы там видим, переодеваются. И, пожалуйста, поехали кататься. Ну, ледовое шоу там какое-то, но это уже, конечно, за денюжку. Сто рублей, по-моему, стоит. Сегодня мы находимся на Никольской улице. И сзади меня, многие, наверное, сразу догадались, это же, конечно, ГУМ. Мы пройдемся и посмотрим, естественно, как украшено там все внутри. Что там вообще изменилось с прошлого года. Мы там были и в прошлом, и позапрошлом году. Ребятушки, пойдемте посмотрим, что там. Как и в прошлом году, ребятушки, ГУМ украшен в стиле космоса. Вот такие тут непонятные объекты летают. Очень красиво посмотрим. В каждом из нас есть бесконечный космос. Чтобы лететь, нужна ракета. А нет папирос. Забивай сигарету. Несколько рядов вот этого ГУМа представлены вот так. Вот такие переходящие мостики с одного на другой уровень. Можно подняться также на, как называть, эскаваторы. 10 продажных книг. Хочу, пиши и сокращай, здесь книги есть. Ребята, здесь топовые книги. Хочу и буду. Лапковский, да, как вы правильно? Да, Лапковский. Тонкое искусство пофигизма. Библия секса. Несы. Ниной. Воры и вандалы. Прикольно, слушай. Здесь можно найти практически любой магазин, любую книгу. Цены относительно недорого. Рублей 560, по-моему, стоит Хочу и буду. В общем-то красиво, как всегда. Но есть где отдохнуть, посидеть на лавочках. Но, правда, сейчас мы не можем им все позволить, поскольку все занято уже. Мороженое буквально на каждом шагу. Без всяких очередей. Ну, там пришлось, наконец-то, ребятушки, мы спустились на первый. В общем-то, вот так вот елочка здесь украшена. Мне кажется, чем-то похоже на 2017 год украшения. Или 2018. Ну, круто все равно по-своему. Взяли мы мороженое попробовать. Но, в принципе, такой прикольный вкус достаточно. Ну, это, по-моему, с грушей, да, или с чем, или с бананом. Какой-то фруктовый привкус. Непонятно конкретно что. Но надо было в рожке брать. Надо было, в рожке брать. Ну, мне кажется, это тоже вкусно. Роскошь и все такое на елочке. Гум, как всегда, удивляет. Машинки-ягуар висят. Но глаза уже раздвигаются от всех этих блестящих предметов. Вечерний гум. Выглядит, конечно, бесподобно. Тут есть обалденные фоточки, получается. Особенно вечером. Можно и перекусить, вечерком зайти. Чаечек там, что почем, кстати, у нас. К счастью, 50, а кофе, кофе даже не вижу. Я думаю, дороже. Ну, вот так вот вечером все это и выглядит. Очень потрясающе, красиво. Оригинальная подсветочка. Кремль. Мавзолей Ленина. Все рядом. А это, ребята, у нас очередь на каток. На каток. Катанье на льду, короче, 500 рублей с 10-23. Выходные и праздничные дни дороже, да, у нас 600 рублей. Билет в новогоднюю ночь 2020 стоит. Стоил. В общем-то, вот так, ребятушка, все это и выглядит вечером. Ну, очень красиво. Никольская улица. Известная во время чемпионата собирали все болельщики. С разных стран. Да, очень было круто. А тут мы, собственно, и зашли в ГУМ. Вышли мы на Ильинку. Все, отправимся домой. Всем пока. Хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова